Привет! Сегодня я неспроста снимаю видео во всём чёрном, и сейчас вы поймёте почему. Академия Nevermore отличается от других школ-интернатов. Они были правы. Сложно найти человека, который не слышал о нашумевшем блокбастере от Netflix. Благодаря стараниям Тима Бёртона и компании, сериал Wednesday подарил нам неповторимую мрачную атмосферу, по которой я, честно говоря, уже соскучился. Но многие наверняка уже почувствовали что-то знакомое. Но что же это такое? А я вам подскажу. Школа Wednesday передаёт дух чего-то такого, знаете, из Гарри Поттера, ну или, если хотите, Ривердейла. Те, кто не впервые на нашем канале, прекрасно знают, что все эти образы копируются с британских школ. Хотя в итоге съёмки прошли в Румынии. Куда уж без Трансильвании и Дракульских замашек. Но таких мест хватает и в самой Великобритании. И так как у нас образовательный канал, я не могу упустить возможность. Возможность подобрать для вас школы, которые могли бы потягаться с Nevermore по мрачности. Ну, хотя бы в тёмное время суток. Так что включаем фантазию, оцениваем крутые британские школы в комментариях. И помним, что вообще-то вы можете поступить на учёбу в Великобританию. Сделать это можно с нашей помощью и абсолютно бесплатно. Все подробности вы можете узнать по ссылке в описании. Ну что, а теперь... Винчестер колледж. Средневековье. Что первым приходит на ум? Рыцари, инквизиция, чумные маски? Неплохое начало, скажите. Но вот представьте, что в такое время британцы создавали школы. И одна из них, между прочим, сохранилась по сей день. В Винчестер колледж насчитывается 94 памятника архитектуры. Особенно мрачно выглядит каменный двор, пришедший как раз-таки из средневекового прошлого. Эту картину, конечно, смягчает озеленённая территория в 250 акров. Но всё же ночью оказаться среди этих голых стен, конечно, не хотелось бы. Когда-то здесь даже по роли нерадивых учеников. И я не шучу. Сегодня Винчестер колледж, конечно, соблюдает рамки. Но в оправданиях он тоже не нуждается. Это одна из самых академических строгих школ Великобритании. Для поступления сюда нужно подать заявку за два года. А общие экзамены, известные как Common Entrance, вообще отменили. Дело в том, что в Винчестере придумали свои испытания. В общем, реально какая-то академия из Wednesday. Далич колледж. Несмотря на свой неоготический дух, Далич колледж выглядит не особо грозно. Вокруг зеленые лужайки и поля. Да и вытянутая форма главного здания чем-то напоминает дворцы времен Российской империи. Но это только днем. Выключите солнечный свет. Включите тонную подсветку вдоль главной аллеи. И вы поймете, что здесь много похожего на Академию Невермор. Это неспроста. Хоть учебное заведение и выглядит таким прилизанным, ему уже более 400 лет. Отнеситесь к этой цифре с уважением. Почтенный возраст равно авторитет. А Далич колледж исторически предлагает самую большую долю поступивших в Оксфорд и Кембридж. Не ожидали? Что ж, не судите книгу по обложке. Анзелскул. Если бы я в этом обзоре расставлял участников по местам, то Анзелскул была бы точно в первой тройке. Это учебное заведение не только выделяется бесконечной чередой крестов и шпилей, но даже школьной формой. Девушки здесь ходят в широких брюках-кюлотах. При этом наблюдается определенная несправедливость. Парни надевают обычные костюмы. Пожалуй, оставим этот грех на плечах Анзелскул. В то же время этой замене школы Уэнсдэй многое можно простить. В 2018 году это учебное заведение стало лучшим во всей Великобритании по версии Таттлер. И это при том, что учебному заведению уже практически 500 лет. У этой школы впечатляющее финансирование, 15 лабораторий и собственная обсерватория. Неспроста данное учебное заведение считается подкованным в области математики и инженерного дела. Возможно, это благодаря уникальным программам Квадриум и Тривиум. Как говорится, хочешь, чтобы что-то прозвучало эффектно, добавь латинское слово образование. Дувер колледж. Уменьшите Дувер колледж в раз эдак 10, и вы получите типичный деревенский домик. Ну а теперь представьте, что совсем недалеко разместились 100-метровые меловые скалы. Именно из-за них, потому что белый цвет сложно обнаружить в тумане, Англию называют туманным альбионом. У Дувер колледж абсолютно уникальное расположение. Из верхних этажей зданий вы можете увидеть французскую границу. А на поезде можно доехать до печально известного дюнкерка. И вот, соедините все эти факты с тем, что в заведении учатся всего 300 мальчиков и девочек. Делаем поправку на реальную школу, и чем же это не академия из Уэнсдэй? Экстрасенсов тут, конечно, нет, ну, по крайней мере, мы в Марияде об этом не слышали. Нужно уточнить информацию. Но вот студенты ерундой точно не маются. Больше половины студентов отличники, и большинство поступают в университеты Рассел Групп. King's School Canterbury. Знаете, что еще передает неповторимый британский дух Академии Уэнсдэй? Внутренний дворик школы, который на самом деле скопирован с Оксфорда. Эта штука называется квот, но впервые она появилась даже не в престижном университете. Как думаете, что может быть еще престижнее Оксфорда? Кембридж? Смешно. King's School Canterbury. Слышали когда-нибудь о таком? А между прочим, это самое-самое-самое старое учебное заведение в мире. Этот факт оспаривает разве что какая-то древность в Китае. Но все же 597 год основания это как-то даже слишком. Отменяйте. King's School Canterbury по легенде создал Святой Августин, основатель англиканства. Эта школа разместилась у Северного моря, и кампус ее составляет 60 акров. Каждый год в Оксфорд и Кембридж отсюда отправляется около дюжины выпускников. И вообще, King's School отдали свои коллекции Моэм Соммерсет и Хью Уолбл. Думаю, писатели такого масштаба в представлении не нуждаются. А за репутацию King's School Canterbury говорит даже ее вид. Древний, величественный и в то же время ухоженный. На самом деле, наверное, нигде в мире школы не уделили столько внимания архитектуре. Я перечислил какие-то простые варианты, но есть и такие роскошные заведения, как Лансинг Колледж. Или суперсовременные, вроде DLD. И вот внутренняя кухня британского образования такая же разнообразная, как и ее обложка. Есть настоящие гранды, в которых учатся тысячи студентов. А есть и небольшие, уютные ламповые учебные заведения, где директор школы приходит на ужин к своим подопечным. Я прекрасно понимаю, что многие из вас даже никогда и не думали об учебе за рубежом. Но такими видео я всегда стараюсь объяснить, что школы в Великобритании действительно отличаются. Они помогают достичь успеха, да и просто они удивительны. Ну а поступить сюда реально, особенно с помощью профессионалов. Да-да, это мы, компания Мариади. Мы помогаем воплотить мечту об учебе за рубежом в реальность и при всем при этом абсолютно не берем с вас денег. Разве это не круто? Оставляйте заявку по ссылочке в описании и мы с вами обязательно свяжемся. А я не найду покоя, если под этим видео не окажется именно вашего лайка. Да потому что так нельзя. Вам ведь не сложно. Заранее спасибо за любое активное действие. Ну а теперь мы с вами прощаемся, но как всегда ненадолго. До встречи в новых видео. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова